МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях этого понедельника в программе «Наше время» с вами Юлия Гафарова. Добрый вечер. В Оренбурге похитили молодую женщину. Около торгового центра «Дружба» ее затолкали в машину. Большой ремонт проспект Победы сразу в двух местах планируют расширить. Отремонтируют и еще порядка 30 участков дорог, когда приступят к работам. Дороги на кладбище завтра закроют для личного транспорта. Какие изменения ждут оренбуржцев на Радоницу? Похитители молодой женщины найдены. В Следственном комитете сообщили, что девушка жива. Напомню, с информацией о том, что возле торгового центра «Дружба» Оренбурженку затолкали в автомобиль, в полицию позвонили. Очевидцы. На место выезжали следователи. Сегодня у торгового центра работали и наши журналисты. Со слов продавцов, девушку похитили около автомобильной стоянки. К нам подошли полицейские и спросили, не видели ли вы здесь похитили девушку вот с этой площадки. Мы ничего, естественно, не видели и не слышали. Уже буквально через несколько часов стало известно, похищенную девушку удалось найти задержанный и мужчины, насильно посадившие ее в машину. Оперативно было установлено местонахождение похищенной, а также личности, лиц, которые увезли ее на машине. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Устанавливаются причины, побудившие мужчин к совершению такого поступка. Все подробности происшествия следователи обещали обнародовать завтра. За кулисами благотворительности в эту пятницу в Оренбурге с размахом прошел большой танцевальный бал. Целью организаторов было собрать деньги на помощь больным детям и поддержку семейных театров. Но буквально за несколько часов до старта выяснилось, благотворительная организация «Русфонд», которая поддерживала проведение бала, в последний момент отказалась от участия в проекте. В адрес губернатора области пришло письмо, где представитель Русфонда жалуется на поведение главного организатора бала Елены Липкинт. Якобы в поисках спонсоров она незаконно пользовалась именем Русфонда, хотя полномочий на это ей не давали. Мнение сторон узнал Виталий Сапожников. Идея организовать в Оренбурге большой благотворительный бал была озвучена в феврале этого года. Инициаторами являлись Русфонд и Национальная родительская организация. Непосредственным организатором выступил Центр социальных инициатив «Содействие». Началась подготовка, отобраны участники, ежедневные репетиции и активный поиск спонсоров благотворительности. Сам бал был назначен на 21 апреля. Буквально за два дня до балла выяснилось, что Русфонд по каким-то причинам лишил представителя Русфонда в Оренбурге полномочий. Это внутреннее дело Русфонда. И на имя губернатора было направлено письмо, содержание которого вам известно, что от поддержки проекта Русфонд отказывается. Содержание письма из Русфонда за подписью директора региональных проектов Станислава Юшкина было опубликовано на многих новостных сайтах. Вот выдержка. Нам стало известно, что Елена Липкин от имени Русфонда в марте 2017 года рассылала письма в коммерческие организации с просьбой оказать материальную помощь в проведении мероприятия. Для перечисления средств были указаны реквизиты организации содействия. Из письма следовало, что Русфонд отрицает свою причастность к рассылке писем потенциальным спонсорам. И уж тем более никого об этом не просил. Хотим сообщить, что Русфонд не уполномачивал Елену Липкин на такую рассылку, а также на любые действия от имени нашего фонда. Мы считаем такие действия Елены Липкин недопустимыми. В связи с этим обстоятельством Русфонд в дальнейшем не может поддерживать большой благотворительный бал в Оренбурге. Русфонд эту ситуацию не комментирует. И сама же Елена Липкин уже после бала и встречи с губернатором решила высказаться. По ее словам, буквально до последних дней перед балом никаких вопросов по взаимодействию с Русфондом не возникало. От имени Русфонда никаких писем не подписывала. Вы видите, у вас на руках есть письма, где, допустим, с одной стороны стоит логотип Русфонда и подпись представителя Русфонда Абдульмановой, с другой стороны НРА и подпись представителя Национальной родительской ассоциации. И так вот во всех... В итоге после этого письма от участия в балу отказались некоторые представители оргкомитета, члены правительства области, также поспешили откреститься от мероприятия. Проигнорировали действия и большинство СМИ. Тем не менее удалось собрать сумму в 804 тысячи рублей. Примерно половина денег пойдет на поддержку семейных театров, другая на помощь больным детям. Теперь, правда, задача усложняется. Вот помощь тяжело больным детям, как вы понимаете, вопрос более сложный, особенно с учетом того, что Русфонд устранился. И за все время работы над проектом нам не были представлены тяжело больные детки для перечисления средств. Теперь организаторы намерены привлечь экспертов, чтобы определить, как лучше распорядиться собранными деньгами и какому детскому учреждению их перечислить. Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время. Проспект Победы будут расширять. В грандиозных планах добавить полосу на участке от улицы Шевченко до Монтажников и в районе автоколонны 1173. Кроме проспекта Победы в этом году отремонтируют еще порядка 30 участков на разных магистралях. Об этом сегодня говорили на совещании в мэрии. Оренбург получит 1 миллиард 200 миллионов рублей по программе «Безопасные и качественные дороги». Одна половина средств пойдет на ремонт и строительство подъездных путей к городу, вторая на ремонт внутренних дорог, то есть более 600 миллионов рублей на наведение порядка на муниципальных трассах. Когда начнется большой ремонт и какие дороги отремонтируют в первую очередь, сегодня узнал мой коллега Юрий Мишенин. Меняются времена года, меняются журналисты, делающие сюжеты. И только ямы на дорогах улиц Орлова и Доповской остаются. Причем дыры такие, что ездить, не повредив автомобиль, практически невозможно. Но уже в этом году картина должна поменяться на совершенно иную. Оренбург получил 623 миллиона рублей на ремонт внутри городских дорог. В первую очередь уже в мае ремонтные бригады выйдут на улицы Шевченко, Центральную, Орлова, Березки, Терешковой. Бурзянцево, 8 марта, Пушкинскую. Дороги будут ремонтировать частями. Всего в списке более 30 участков на разных улицах, в разных частях Оренбурга. От ремонта больших дорог перепадет и маленьким. Асфальтовый срез станут использовать сразу. Вот как пример, скажем, улица Терешкова, улица 8 марта, особенно Терешкова. Рядом, справа и слева частный сектор, он просто нуждается в этом нормальном асфальтовом срезе. В плане не только замены асфальта, но и расширения дорог, так проспекту Победы добавят полос сразу в двух местах. На участке от Шевченко до Монтажников и в районе автоколонны 1173. Насущный вопрос будет снят по проспекту Победы от улицы Театральная до автоколонны. То есть вот здесь около, да, 1173, около в районе Ласочкиного гнезда жилого комплекса. По той причине там ситуация уже давно наколена, и там необходимо строительство дополнительной полосы с переносом опоры, с переносом контактной сети нашего троллейбусного управления. Ремонтировать дороги будут местные компании, проверенные временем. Победители конкурса тоже здесь на совещании. Работать им придется и днем, и ночью, потому к технике безопасности повышенные требования. Никаких там дорожно-транспортных происшествий по вашей вине быть на дорогах не должно. Поэтому освещение, знаки, ограждения, исправная техника, соответственно, люди, которые обеспечены всем необходимым, у вас должны быть. Ремонт большой, а потому наверняка коснется всех, в том числе и сетевиков. Свои работы они должны будут сделать раньше дорожников. Будь то кабельные линии, теплотрассы, горячее водоснабжение, водоотведение или водопроводные сети. То есть не должно быть так, что мы сделаем работу, а там что-то будет происходить. Вот эти вещи должны исключить. Не дай бог что-то у вас будет, будете всю дорогу целиком нам менять заново. От борта, как говорится, до борта. По графику ремонт дорог должен начаться 1 мая, в день весны и труда. Но, как поясняют представители дорожных компаний, возможно, небольшая сдвижка. Все будет зависеть от погоды, пока она не совсем подходит для работы с асфальтом. А вот про окончание сезона никто не говорил. Дата, когда должен быть уложен последний метр асфальта – 31 августа нынешнего года. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время. Всю информацию о начале ремонта на том или ином участке дороги, об изменении схемы движения общественного транспорта, можно будет узнать на сайте городской администрации. Я отмечу, в этом году на ремонт дорог выделена большая сумма. Таких вложений наш город не видел уже давно. Сопоставимый транш последний раз был получен в 2010 году. Но, по мнению экспертов, власть должна принять достаточно жесткие меры по контролю за работой, чтобы не пришлось переделывать дороги уже следующей весной. Дороги требуют реконструкции. Они давным-давно уже устарели даже в проекте. И то, что мы строим, есть прекрасный пример, допустим, улица Салмышская в Мертвом городе, которая построена 5 лет назад всего, но она уже убита в этом состоянии, потому что она не рассчитана на тот транспортный поток. Там нет ливневок, которые необходимо. В итоге асфальт смывает каждую весну, и их заново опять кладут, ремонтируют. То есть, понятно, закапывание денег просто-напросто в землю. Нужны новые подходы, нужны новые проекты, нужна реконструкция. Не латание ямок, а реконструировать. Работа с подрядчиками, конечно, тоже. Грамотная организация конкурсов, привлечение, опять-таки, да, серьезной компании, которая делает хорошо, качественно, с именем. Дороги на кладбище для личного транспорта завтра временно перекроют. Такое решение сегодня приняли в городской администрации. Это связано с погодными условиями. Согласно постановлению главы Оренбурга, движение на личных автомобилях будет прекращено с 5 часов утра и до 12 часов ночи. Таким образом, на время будет закрыта дорога вдоль старого кладбища по улице Авторемонтной. На своем транспорте нельзя будет доехать и до кладбищенского комплекса Степной. Улицу Тихую для проезда также перекроют. По ней можно будет проехать только на пассажирских автобусах. Улица Тихая будет перекрыта на перекрестке с загородным шоссе. Парковочные места будут организованы по левым и правым крайним полосам загородного шоссе для личного транспорта. Посадка в автобусы маршрута 46К – это маршрут, который будет курсировать от автосалона, то есть от места перекрытия, до кладбищенского комплекса на улице Степной. Еще раз повторю, 46К. Посадка и высадка на этот маршрут будет осуществляться возле автосалона. Сначала первое место – это место высадки, следующее место – автобус будет подвигаться к месту посадки. Соответственно, разворачиваться возле магазина «Мультисвет», выезжать на улицу Тихую и доставлять пассажиров до кладбищенского комплекса Степной. Напомним, в этом году Радоницу православные будут отмечать завтра, 25 апреля, во вторник, второй недели после Пасхи. Это день особого поминовения усопших. Ожидается, что могилы своих близких посетят более 130 тысяч оренбуржцев. Какие условия будут созданы, чтобы религиозный праздник не был омрачен, узнала Екатерина Волкова. Зацветет новая сирень, будет красиво. Посещать могилы родных оренбуржцы начали задолго до Радоницы. Людмила Валиева приходит сюда перед каждым днем поминовения. Здесь у нее покоятся родители. Два раза мы приезжаем, вот перед родительской, еще у меня вот брат приезжал, ведь он тоже убрался, и вот я. Выходит всего четыре раза. Пенсионерка уберет весь сухостой, подметет плитку, помоет памятник. Главное, говорит, не только навести на могилках порядок, но и помолиться, снять с души, так сказать, груз. Мы верим. Души есть. Они рядышком с нами. Готовиться к Радонице начали не только жители, но и все службы. Работы за последнюю неделю было немало. С городских кладбищ вывозили мусор, установили дополнительные биотуалеты. Для бытовых нужно организовать подвоз технической воды. Ну а чтобы проще ориентироваться, найти могилу своих родных, можно будет воспользоваться услугами выездного архива. Будет организован на кладбище у нас выездной архив, куда любое... На кладбище Степном это административное здание, на кладбище монтажников это домик смотрителя, куда любой обращившись и может получить информацию, где захоронен его родственник. Что касается транспорта, то в этот день он будет работать в усиленном режиме. На городской кладбище на улице Тихой пустят сразу три автобусных маршрута. 46-й из Степного от автоцентра «Клиффорд» на загородное шоссе к кладбищу. 60-й от Никольского собора, дальше по проспекту Победы, улица Гаранькина, по загородному шоссе и дальше на кладбище. И третий маршрут 60-с от Газовика по Чекалово, дальше по проспекту Гагарина в 23-й микрорайон, оттуда по загородному шоссе и в сторону кладбища. На всем протяжении будут остановки. Тариф 17 рублей. Проезд кладбищу будет разрешен только инвалидам. Для маломобильных граждан организуют социальные такси. Для того, чтобы вызвать специальный автомобиль, необходимо будет обратиться в Центр социального обслуживания. По телефонам 63-17-22, это Северный округ, Южный, 71-03-42. У нас будут задействованы автобусы для маломобильных групп населения. То есть это низкопольные автобусы со скидными пандусами. Погрузка инвалидов в случае необходимости будет осуществляться возле автоцентра Митсубиси. Здесь у нас будут старшие. Ну а чтобы к захоронениям не идти с пустыми руками, около погоста можно купить все необходимое. К примеру, стоимость искусственных цветов варьируется от 5 рублей и выше. От 60 леночек 100 рублей. Поляночки, корзинки. Дежурить в Радоницу на всех городских кладбищах будут пожарные, медики, спокойствие, охраняясь полицейские. В администрации города также просят оренбургцев быть предельно внимательными и вежливыми, чтобы религиозный праздник не был омрачен. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время. Добавлю, руководителям предприятия, организации и учреждений рекомендовано объявить с 25 апреля нерабочим днем, чтобы дать возможность своим сотрудникам Радоницу провести в соответствии с традициями. Соответствующее постановление было подписано губернатором Юрием Бергом, а затем главой города Евгением Араповым. Следователи проводят проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи. Авария произошла в субботу в Орске. Отечественная 15-я не пропустила карету скорой помощи, после чего служебная машина перевернулась на бок. В момент аварии в машине скорой находились только водители и женщина-фельдшер. В результате ДТП у 25-летнего медработника диагностировали травму руки. В распоряжении следствия имеется информация, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 в момент проезда перекрестка отвлекся на сотовый телефон. В настоящее время по данному факту следственным отделом по городу Орск проводится доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование для определения тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Бывшему министру физической культуры, спорта и туризма Оренбуржия продлили домашний арест. Сегодня в Ленинском районном суде Оренбурга решали дальнейшую судьбу Олега Пивунова. По настоянию следователей было решено, что в следующие два месяца до конца июня чиновник продолжит находиться под домашним арестом. Такую меру наказания обвиняемому избирают уже в четвертый раз. Напомню, Олега Пивунова обвиняют в том, что будучи руководителем хоккейного клуба «Южный Урал», он скрыл налоги в размере 20 миллионов рублей. Еще 26 миллионов рублей не доплатил в пенсионный фонд и фонды медицинского и социального страхования. А заняв должность министра, Пивунов, по версии следствия, ездил на бюджетные деньги в командировки, никак не связанные с его работой. Также, по версии следствия, бывший чиновник арендовал для своего сына квартиры в элитных домах в центре Оренбурга за счет региональной казны. Что делать со счетчиками, которые ничего не считают? Жители новостройки на улице 60 лет октября утверждают, приборы учета отопления, установленные в их квартирах, бесполезны. Люди купили жилье в надежде, что за тепло им теперь придется платить по индивидуальным показаниям. Сколько потребил, столько и заплатил. Однако счетчики до сих пор не опломбированы, а значит, учет показаний не ведется. Замечу, новые дома в Оренбурге все чаще сдают уже с установленными счетчиками тепла, но большинство людей не знают, что с ними делать. Ольга Патрушева выясняла, куда обратиться, чтобы приборы заработали и действительно ли они помогут сэкономить. Счетчик тепла в квартире Галины Семеновой установили в мае прошлого года. Вспоминает, пришли сотрудники управляющей компании, которые обнадежили. Скоро прибором можно будет пользоваться. Управляющая компания сказала, чтобы был доступ в квартиру, счетчики мы повесим, через две недели придет работник и счетчики опломбируют работник, который связан по отоплению нашего дома. Но вот прошел уже год, а счетчик по-прежнему спит. Спят приборы учета тепла и в остальных квартирах этого дома. А ведь покупая квадратные метры в новостройке, люди рассчитывали экономить. Мы купили квартиру. Квартира дорога по себестоимости, она стоит 43 тысячи квадратный метр, вот моя квартира в частности. Так как квартира дорога по себестоимости, но мне сказали, что квартира будет дешевле в эксплуатации, так как индивидуальный счетчик по отоплению. Прошел год, а в квитанциях в графе отопления знакомы и все цифры. Как и остальным горожанам, у кого счетчиков нет, жителям дома 1Б по улице 60 лет Октября плату начисляют по нормативу. Мы не знали, что это такое. Когда поставили, я уже миллион раз ходила в этот плюс. Они говорят, мы вам пломбировать их не будем, потому что эти счетчики ваши непригодные. Почему? А я не знаю. Управляющая компания должна была отвести ряд документов, чтобы отдать их в Т-плюс. Т-плюс нам сказал, что никаких счетчиков подключать не будут, так как ссылается на местный закон Оренбургской области, в котором сказано, что мы должны платить по нормативу. Хотя есть московский закон, в котором сказано, что в тех домах, в которых оборудованы индивидуальные счетчики, должны быть введены в эксплуатацию и люди должны платить по счетчикам. ГЖИ говорят так. Если многоэтажка полностью оприборена, есть общедомовые счетчики, индивидуальные, то нет оснований не принимать показания последних. Однако, как заявляют в госжилинспекции, их будут учитывать лишь при корректировке по итогам года. И дело здесь в круглогодичной системе расчета. По отоплению у нас расчеты ведутся на жилое помещение, на площадь жилого помещения и с учетом мест общего пользования. Поэтому здесь уже расчеты идут вот таким образом по среднемесячному, по счетчику. Берется и по среднему начислению производится. А потом по итогам года опять же берется показания общедомового прибора, показания в квартирах и делается корректировка. Поиск ответа на вопрос, почему приборы до сих пор не работают, надо начинать со своей управляющей компанией. А между тем, в Оренбурге сейчас почти все многоэтажки сдаются индивидуальными счетчиками тепла. Помогают ли они экономить? И если да, то каким образом, пока непонятно. Единого мнения на этот счет до сих пор, увы, нет. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Почему в новостройках устанавливают индивидуальные приборы учета, но не все из них специалисты берутся пломбировать? Эти и другие вопросы мы задали энергетикам. Ответ планируем получить в ближайшее время. В Оренбурге построят новый храм. Точные сроки пока назвать невозможно, ведь создание церкви идет на средства благотворителей. Но начало уже положено. Сам митрополит Оренбургский и сороктажский Вениамин осветил место строительства и внес свой вклад в бюджет проекта. Храм отстроят в районе улицы Красная площадь. И уже очевидно, он не только обрадует прихожан, но и украсит наш город. Подробности знают наши корреспонденты. Короткую, но важную для православных службу пришлось провести в импровизированном шатре. Пока в этом районе Красной площади только пустырь. Местные жители и краеведы хорошо знают, бывшее Марсово поле как-то исторически было обделено святынями. Ну, для этой части города, конечно, никогда и не было его храма. Даже в 19 веке. А сейчас особая благодать чувствуется у тех прихожан, которые здесь были на службе. И чувствовалось присутствие Константина и Елены. Этих святых не зря выбрали покровителями нового храма. Мать и сын столько сделали для веры, что заслужили уважительное обращение равнопостольные. То есть буквально равные ученикам Христа. Именно они нашли крест и гроб спасителя. Они же фактически легализовали православие. При святом царе Константине православие стало государственной религией. И все государство, Византийская империя приняло православие. Дай Бог, чтобы и в нашем граде было больше православных и православных храмов. Пока на Красной площади установили только символический крест. Но совсем скоро на месте развернется строительство. Стоимость проекта пока не называют, но очевидно она будет немалой. Ведь новый Оренбургский храм должен повторить архитектуру старых московских церквей. Величавую и сдержанную. Вот это же история наша. Это и культура наша. Это стержень духовный нашего народа. И когда строится храм, это радость. Елена Кузнецова, Станислав Даминов, Максим Максимлюк. Наше время. И напоследок. Сегодня 24 апреля, ровно 50 лет назад, из-за отказа техники погиб один из первых советских космонавтов Владимир Комаров. Во время посадки у спускаемого аппарата не вышел основной парашют, а струпы запасного скрутились, не дав нему раскрыться. Местом гибели Комарова стал Адамовский район Оренбургской области. Сегодня в поселке Коробутак прошли памятные мероприятия. Сейчас информация об отключениях. Как сообщают городские электрические сети, завтра, 25 апреля, в Оренбурге и пригороде возможно отключение электроэнергии. Адреса, где будет отсутствовать электричество, сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. И на этом все. Всем приятного вечера и отличного настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин